ДАБРИ ШУТИНГ Учителя – люди, к которым приковано всеобщее внимание. Их любят и ненавидят, понимают и осуждают, вспоминают всю жизнь. С ними сталкивается каждый человек. Так уж повелось в новейшей истории России, что школьные педагоги стали кем-то вроде обслуживающего персонала, который оказывает образовательные услуги. Сама профессия подразумевает сейчас, что ее представитель перманентно кому-то что-то должен в каждый момент своей жизни. Даже во внеурочное время, даже в отпуске. Кроме профессиональных навыков, всякий педагог обязан соответствовать некоему идеальному образу. Откуда берутся такие фантазии и почему учитель обречен вести рафинированную жизнь – непонятно. В культурной столице нашей страны перед началом учебного года предложили ввести уже корпоративную одежду для педагогов, чтобы глаз и сердце обывателя были спокойны. По идее, она может разниться от учреждения к учреждению, как и форма у школьников. Но ношение специальной одежды взрослыми – дело исключительно добровольное. Отмечу, что идея вовсе не нова. Более того, есть в России регионы, где она воплощена в жизнь уже не первый год. Например, в Белгородской области учителя одеты в спецодежду с 2015-го. Не раз проводили опросы среди представителей профессии по поводу унификации их одежды. Немалое количество высказывалось категорически против. Сейчас настроения примерно такие же, во всяком случае, среди моих знакомых педагогов из Псковской области и Петербурга я встречала исключительно противников подобной инициативы. Однако в сети появилась информация, что якобы педагоги уже готовы переодеться. Сомнений в том, что школьники обязаны носить формы, сейчас нет ни у кого. Максимум, родители возмущаются, что уставная одежда для детей некрасивая. Ну, на вкус и цвет. Я выступаю категорически против только норматива внешнего вида для уроков физкультуры. Мне непонятна тяга некоторых физруков к белым футболкам и черным штанам. В остальном вопросов не возникает. Но работая я учителем, к необходимости одеваться единообразно с коллегами отнеслась бы резко отрицательно. При этом считая, что некие общие требования к внешнему виду для работников образования давно необходимы. В псковских школах можно увидеть всякое. Педагогов с цветными волосами, пирсингом и внушительными тату. Немало среди молодых учительниц поклонится очень облегающей одежды, весьма нескромных разрезов и вырезов, блесток и яркого вечернего макияжа. Я не имею ничего против из всего вышеперечисленного. Некоторые вещи даже поддерживаю. Но не в школе. Если ты забил рукав, скрывай его под одеждой на работе. Любишь глубокое декольте, демонстрируй свои достоинства для определенной целевой аудитории, а не перед детьми. Самовыражения должны иметь границы, тем более, когда перед тобой сидят 20-30 несовершеннолетних в унылой серой или черной форме. Но одежда и аксессуары – далеко не все, что создает образ педагога. Главное – это его стиль общения. К сожалению, некоторые представители профессии хорошо знают свой предмет, но ничего не слышали об этике. В их оправдании скажу лишь то, что о ней неизвестно абсолютному большинству представителей нашего общества. Некоторые люди заводят на сайте знакомств анкету, чтобы изредка туда заходить и от души смеяться над анкетами других пользователей. Порой, правда, можно встретить весьма экстравагантных товарищей. Почитаешь, что люди пишут о себе, какие требования предъявляют избраннику, чего хотят от жизни, и точно понимаешь, с кем никогда не хочешь иметь ничего общего. Я себе придумала другое развлечение – разместить резюме на сайте поиска работы и откликаться на разные вакансии, не только в Пскове. За два месяца не смогла найти даже подработки. То ли это действительно мертвый сезон, то ли я не там искала. На собеседование ходила лишь один раз, и то по инициативе потенциального работодателя, который сам меня нашел. В целом, от поиска работы впечатления довольно угнетающие. Будь я молодым специалистом или мне срочно нужен был бы заработок, то выбор пал на какой-нибудь колл-центр или магазин. Реальность такова, что менеджер торгового зала получает больше, чем учитель, работающий в школе в две смены. Больше, чем человек с двумя вышками. Есть о чем подумать. Свежая статистика рынка труда говорит, что студенты и выпускники учебных заведений в Псковской области сталкиваются с теми же дилеммами, что и я. Согласно исследованию, в их топ желаемых профессий этой осенью входят продавец, менеджер по продажам, администратор, курьер, официант, разработчик, кредитный специалист, помощник руководителя, водитель и упаковщик. Большинство молодых специалистов не имеют опыта работы, выходя на рынок труда. Среди вакансий в Пскове я встретила очень мало таких, куда готовы взять человека с улицы. Всем подавай опыт. Даже если ты хочешь работать удаленно каким-нибудь копирайтером или СММщиком. Работодатели готовы видеть в своей команде только матерых сотрудников с богатым портфолио. И уровнем английского языка выше среднего или продвинутым. Список требований к соискателю огромный у каждой конторы. Кроме образования и валидного опыта, человек должен обладать невероятным количеством добродетелей, среди которых креативность, исполнительность и стрессоустойчивость. Но главным условием успешного трудоустройства в Пскове я все-таки назвала бы нежелание соискателя заработать. Такой вывод напрашивается сам собой, когда сравнишь требования к сотруднику и рабочие условия и оплату труда. Ощущение, что на рынке занятости идет игра в поддавки. Пока люди соглашаются на невыгодные предложения с ненормированным графиком, число привлекательных работодателей не растет. Каждая вторая вакансия, которую я просматривала, предполагает неоплачиваемую переработку. Об этом заявляется прямо. Некоторые конторы делают данный пункт своей фишкой. Типа, смотрите, какие мы трудолюбивые. Если ты готов жить и умереть на работе, приходи к нам, другие нам не нужны. Возвращаясь к статистике, не добавляет оптимизма и то, что около 60% выпускников средних и высших образовательных учреждений Северо-Западного федерального округа работают не по специальности. Псковская область не исключение. Закончить свои рассуждения я хочу риторическим вопросом. Почему все изменения в структуре, например, Псков-ГУ, не дали своих плодов? Кто-нибудь вообще смотрит вне стен вуза на то, какие результаты приносит его реорганизация? Может, раньше и не было хорошо, но после всех вливаний федеральных денег, расширения перечня подготавливаемых специалистов, ситуация на рынке занятости региона не стала лучше. За четыре оставшихся месяца 2022 года в Псковской области притворят в жизнь 55 новых туристических проектов. На них потратят средства Ростуризма. Я уже неоднократно писала и говорила, как странно развивается эта отрасль в нашем регионе и что туристическая привлекательность нам только снится. И каждый раз, какие бы идеи ни предлагались к реализации на Псковской земле, только нахожу подтверждение своей скептической позиции. Список свеженьких проектов, одобренных к воплощению, как и положено, есть в открытом доступе в интернете. Из наиболее любопытного. В Пскове нарисуют больше десяти новых граффити с картинами из собрания Псковского музея-заповедника. В Печорском районе соединят в один маршрут ряд частных музеев и ферм, а в Старом Изборске появится кемпинг. Ряд проектов предполагает увеличение потенциала известных в регионе гостиничных комплексов и баз отдыха, расширение перечни их услуг. Радует большое количество заявок, посвященных развитию водного туризма, сети пляжей, что предполагает облагораживание бассейнов рек и озер и их береговых территорий. С другой стороны, это же и напрягает. Как поставят высокие заборы и шлагбаумы, сделают платным вход, назовут частной собственностью. В прокуратуре потом разбирается, где тут туризм, а где нарушение закона. География заявок довольно обширная, только север Псковской области как будто меньше остальных принимал участие в борьбе за государственную поддержку. Видимо, к ним ездит достаточно туристов из Питера, и соответствующую инфраструктуру удается развивать за счет кровнозаработанных, а не от случая к случаю. Лично меня смущает, когда с виду успешный бизнес занимается грантоедством и повышает личный заработок посредством денег из государственной казны. Когда у базы отдыха появляется новая услуга, ценник на все остальные автоматически начинает расти. Таким образом, для большей части псковичей, в силу их низких доходов, местные производители отдыха становятся менее доступны. Какое-то странное развитие внутреннего туризма, когда в соседний район путешествовать невыгодно. Вы так не думаете? Нет вопросов к проектам типа псковских граффити. Наконец-то на стенах домов появятся картины, да не случайные, а из собрания музея. По-хорошему, эпохам Урала в фестивале уличного арта с этого и надо было начинать. Тут тебе и туризм, и культура, и сохранение культурного наследия. Все доступно, смотреть можно бесплатно и сколько хочешь. Если уж вкладывать федеральные деньги в региональные хотелки, так я думаю, что только в такие. В них есть хотя бы тень той самой туристической привлекательности Псковской области, о которой все говорят, но никто никогда не видел. Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз, узнаете через неделю. Дэбри Шутинг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...